Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и сегодня в нашем выпуске. Перспективы развития Федеральной дорожной сети Республики. Эти вопросы обсудили сегодня на встрече Рашид Тимрезов и начальнику Породор-Кавказа Александр Лухашук. 95 лет со дня образования Государственного пожарного надзора МЧС России сотрудникам и ветеранам службы вручили заслуженные награды. Очередной гуманитарный груз отправили в Донбасс. Необходимые вещи, продовольствия и книги. Спорт – норма жизни. В ауле Сарытуз идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Сегодня в Пятигорске состоялась рабочая встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки и главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова. Обсуждались вопросы, касающиеся социально-экономического и общественного политического развития субъекта, в частности, ход реализации национальных проектов на территории региона. Рашид Тимрезов рассказал полпреда об инвестиционных планах на этот год, подразумевающих создание в республике новых рабочих мест и выпуск конкурентоспособной продукции. Вопросы Федеральной дорожной сети Карачаева Черкесии обсудили Рашид Тимрезов и начальник УПРДОР «Кавказ» Александр Лукашук. В ходе встречи обсудили текущие работы и перспективы развития Федеральной дорожной сети Карачаева Черкесии. Результат взаимодействия – десятки километров участков федеральных дорог и новые мосты, которые ежегодно вводятся в эксплуатацию в нашей республике. Приоритетная задача – повышение показателей транспортной и экологической безопасности дорожного движения, а также увеличение пропускной способности федеральных автодорог к республике. «С этой целью реализуем проекты по расширению участков дорог до четырехполосного движения с разделением встречных потоков», – сказал Александр Лукашук. 95 лет исполнилось органам Государственного пожарного надзора. Торжественное мероприятие состоялось в амфитеатре в Черкесске. Главным событием празднества стало награждение и поощрение отличившихся в работе сотрудников и ветеранов службы. Мадина Каракетова, далее. Даже в торжественный день, в профессиональный праздник, сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС по Карачаевой Черкесии не покидают своего поста, поэтому на празднике присутствует лишь малая их часть. Среди приглашенных гостей – руководители многих министерств и ведомств, силовых структур и, конечно же, ветераны службы. С приветственным словом к собравшимся обратился начальник главного управления. МЧС России по Карачаевой Черкесии Александр Голоколенко. В Карачаевой Черкесской республике к сотрудникам Государственного пожарного надзора ежегодно проводится большой объем профилактической работы. Мы предотвращаем пожары каждый день. Благодаря вашей работе удается сохранить не одну человеческую жизнь, предотвратить не одну сотню пожаров, а также спасти материальные ценности. Со словами поздравления к сотрудникам органов Государственного пожарного надзора обратились и гости праздника. Заместитель председателя правительства Карачаевой Черкесии Евгений Гордиенко поблагодарил личный состав за доблесть и отвагу. От всего сердца хочу поздравить вас с 95-летием образования Государственного пожарного надзора и от себя и от жителей республики, от всех нас поблагодарить за ту доблесть и отвагу, благодаря которой население нашей республики может чувствовать себя в безопасности, благодаря которой у нас есть возможность сохранять имущество и сохранить наши природные богатства. Поздравлю виновников торжества представители МВД, Следственного комитета, представители общественных организаций по традиции наградили лучших. Отличившимся в работе были вручены медали за предупреждение пожаров, за содружество во имя спасения, 95 лет Государственному пожарному надзору. Ряду сотрудников было присвоено очередное специальное звание. Среди награжденных начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Малакарачаевскому району Рамазан Чучаев и начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Хабирскому и Абазинскому районам Юрий Дауров. Буду стараться и в дальнейшем заслуживать наград. Во имя общества, во благо народа будем стараться, будем трудиться. Жителям нашей республики я рекомендую беречь природу, окружающую среду. Берегите себя и здоровье своих семей от пожаров, от таких чрезвычайных ситуаций. Сегодня, как говорится, удостоился такой чести получить награду. Это медаль за предупреждение пожара. Горжусь наградой. Поздравили сотрудников органов Государственного пожарного надзора и артисты эстрады, подарив им красивые песни о долге, чести и любви к родине. Мадина Каракетова, Алиба Астанов, Вести, Карачаево, Черкесия. МЧС информирует, из-за обильных осадков на реках республики ожидается подъем уровня воды, местами до опасных отметок. В горах сход сели, сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный. Ветер северный 6,11, температура ночью 11,16, в горах до плюс 11, а днем 19,24 градусов тепла и местами до плюс 17. В Черкесии кратковременный дождь, ветер северный 6,11 метров в секунду, температура ночью 14,16, а днем 22,24 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой, хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль, мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Мы продолжаем наш выпуск в прямом эфире. В Луганскую и Донецкую народные республики направлен гуманитарный груз, собранный жителями Карачаева-Черкесии. Необходимые вещи, продовольствия, книги и книги были собраны жителями Карачаева-Черкесии в рамках акции, объявленной главой Карачаева-Черкесии Рашидом Темрезовым. Погрузка производилась в Карачаевске, затем в Черкесске. Эта работа проводится на постоянной основе. Так, с начала спецоперации из нашей республики было отправлено порядка 250 тонн гуманитарного груза, предназначенного для жителей Луганской и Донецкой народных республик, говорят представители регионального отделения партии «Единая Россия». Мы отправляем ту помощь, которую оказывает мэрия Карачаевского городского округа. Это бытовая техника, это помощь самим жителям в виде вещей, взрослым и детям. Это и средства гигиены, и детское питание. И также в рамках помощи по инициативам мэрии города Черкеска питьевая вода. Второе место среди 15 тысяч участников ребят со всей России репортаж ученицы 18-й гимназии Черкеска Амир Ишен в номинации «Лучший видеокорреспондент» на всероссийском проекте «Медиашкола». Российского движения школьников занял второе место. Награждение состоялось в Москве. Юный телевизионщик поделился своими впечатлениями с Аллой Динаевой. Амира Ишен восхищается Гайднам, с 7 лет играет на фортепиано, но мечтает стать не музыкантом, а журналистом. И первые шаги в этом направлении она сделала и уже есть успехи. Репортаж девочки «Ко дню рождения светофора» в номинации «Лучший видеокорреспондент» на всероссийском проекте «Медиашкола» занял второе место. А рассказать о правилах дорожного движения в своем материале она решила… Потому что у меня такого сюжета еще не было, и поэтому есть еще те люди, которые еще не знают те правила, поэтому я хотела поделиться этими знаниями с другими людьми. Финал этапа всероссийского проекта «Медиашкола» из 15 тысяч отобрали лучших юных журналистов и блогеров. Победителям помимо грамот вручили призы. Это оборудование для съемок, которое пригодится юным телевизионщикам. Но главным подарком были мастер-классы. Они проходили четыре дня в Москве на федеральных каналах и в известных изданиях. И в день проводили по два-три интересных урока. Мастер-классы были Рутуб, как себя вести перед камерой, что делать перед камерой, какого роста, если ты новости рассказываешь, что оба, если один, то прямо сидеть. Если двое, то они должны быть одного роста. Камера общая есть и боковая. Теперь Амира Ашен знает и небольшие секреты и требования телевизионной журналистики. Я научилась быть веселой. Я научилась не бояться камеры и не бояться самой себя. Я научилась не стесняться. И я научилась много чему, связанное с работой. Моей работой. О, работа. А в чем будет заключаться твоя работа? Моя работа будет заключаться монтировать, редактировать и сниматься на камеру. Я хочу стать журналистом. Это моя цель, даже больше мечта. Амира Ашен – творческий ребенок. И с видеокамерой она подружилась давно, когда жила в Китае в возрасте трех лет, снялась в рекламном ролике для каталога про моду. А любовь к журналистике, видимо, передалась от дедушки Баталбека Зитляужева, известного писателя-сатирика, а его дочери Светлана Кокова и Раиме Шен – журналисты телевидения. Амира Шен сама уже автор ряда репортажей и роликов. А победа во всероссийском проекте «Медиашкола» дала ей право войти в состав российского движения школьников. И ее творческие работы теперь публикуют в аккаунте федерального движения школьников. Популяризация здорового и активного образа жизни в числе и приоритетов партии «Единая Россия». Ведь это напрямую влияет на сохранение и укрепление здоровья людей. И очень важно обеспечить доступность занятий спортом для всех категорий населения, развивать спортивную инфраструктуру. В рамках регионального проекта «Спортная норма жизни» в ауле Сары-Тюс идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Алла Качиева подробнее. Аул Сары-Тюс на год младшей республики. В следующем году населенный пункт отметит 100-летие. На вековой юбилей жители получат долгожданный подарок. На улице Аджиевой появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортивно-оздоровительный центр, комплекс был нужен давно. Дети особенно, вот когда обучаются тут, все хотели, поехали в соседний аул, чтобы заниматься спортом. У нас не было такого строительства, такого комплекса. Сары-Тюс за последние годы можно назвать кузницей именитых спортсменов-армрестлеров. Ребята успешно выступают на мировых аренах, достойно представляя Карачаво-Черкесию. Для тренировок им приходилось ютиться в различных залах, близлежащих населенных пунктов. Всю молодость работаю в стартюзе, много лет работал тренером, парочного мяча, по футболу было время, по волейболу данное время. Восемь лет я веду в районе у нас, девочки у меня изумительные. Получалось все время мне работать с девчонками. Лучной мяч, волейбол, баскетбол тоже, по легкой атлетике. А вот все равно для мальчиков вот этот комплекс очень нужно было. И есть она будет. И тренеры готовы. Никогда в стартюзской средней школе, вообще в ауле ни борьбы, ни бокса, ни этого. У нас зала не было. А к этому залу мы очень рады. В дальнейшем стартюз себя покажет по любому виду спорта. Объект в ауле Сары-Тюс строится в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни». Здание спорткомплекса будет состоять из двух этажей. На первом будет располагаться зал размером 24 на 15 метров, который предусмотрен для нескольких видов спорта, таких как борьба, бокс, тяжелая атлетика и другие. На втором этаже обустроят тренажерный зал, раздевалки, душевые, санузлы. Рядом будет стоять еще одно помещение, где будут размещены административные кабинеты. Общая площадь объекта – около тысячи квадратных метров. Мы сейчас делаем фундамент. После фундамента пойдет ленточный фундамент. После него пойдут земляные работы. Потом монолит пойдет, административное здание. Будем колонны заливать, перекрытие заливать. И попутно также будем металлоконструкцию устанавливать. Единовременная пропускная способность физкультурно-оздоровительного комплекса – 60 человек. А всего в нем смогут заниматься около 200 жителей. Все работы строители планируют завершить к концу этого года. Алла Качиева, Ахмад Чучаев, Ислам Урумов. Вести Карачева, Черкесия. Саратюз, Узжигутинский район. Это все вести на сегодня. А прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!